Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа Экстра Раунд, я ее ведущий Асламбек Бадаев. Сегодня в нашей программе ровно год, и это уже 50-й по счету выпуск. С чем я поздравляю вас, ну и, конечно же, нас. За это время у нас в гостях побывало множество звезд мировой величины. Сегодняшний наш герой также не исключение. Финалист Гран-при Ахмат-2016, боец клуба Ахмат, один из самых многообещающих российских полсредневесов Абубакар Вагаев. Абубакар Вагаев, боец, представляющий клуб Ахмат. Он является финалистом Гран-при Ахмат-2016 в полусреднем весе. Его рекорд в профессиональном ММА – 12 побед и 2 поражения. Абубакар – всесторонне развитый боец, комфортно чувствующий себя как стойки, так и партери. Все это благодаря богатому опыту выступлений на любительских соревнованиях. Вагаев – двукратный чемпион мира по УКОДО, двукратный обладатель Кубка мира, чемпион России, серебряный призер чемпионатов мира и Европы по кикбоксингу версии K-1, чемпион Чеченской Республики Всероссийского турнира «Юность России» по боксу, чемпион России по рукопашному бою. Следующий свой поединок Абубакар пройдет 25 февраля в Москве на турнире WFCA 34. Соперником 23-летнего бойца станет ветеран UFC Луис Хорхе Дутра. Ассаламу алейкум. Алейкум алейкум ассалам. Приветствую тебя в нашей программе. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, к чему готовишься и когда у тебя следующий бой? У меня 25 февраля бой в Москве. Соперник бразилец из Бразилии. Готовлюсь. Уже месяц остался. Что ты можешь сказать о своем сопернике? Он выступал в UFC. У него есть опыт выступления в этой организации и вообще во многих организациях мира. Как ты его оценишь? Да, я один-два боя видел его. Опытный боец из Бразилии. И UFC дрался. Достаточно опытный соперник. Как ты себя сейчас чувствуешь? Вообще на каком этапе подготовки находишься? И в эмоциональном плане? Я себя чувствую отлично. Я думаю, даже готов. Даже прям сегодня драться. И есть желание поскорее выйти в октябрь. Бакар, давай тогда поговорим о твоем последнем поединке с Бесланом Ушуковым. Очень такой хороший, зрелищный поединок был. Зрелищный, напряженный, наверное, больше даже. Я бы сказал, между двумя друзьями, одноклубниками. Как ты воспринял это поражение? Как ты вообще справился с ним? Если честно, вначале было тяжело. Но это спорт. Сегодня проиграл, завтра выиграл. На этом не заканчивается моя карьера. Вначале я скоро покажу себя. Удалось ли тебе с Бесланом сохранить свои вот эти братские отношения? Как вы сейчас общаетесь? Конечно, как обычно. Бакар, ну давай тогда перейдем к нашей первой основной части программы. Ты базовый ударник. Все думают, что ты ударник. Но на самом деле многие забывают, что ты выступал и по боевому самбо. И очень много боролся. И очень сильный физически. Давай тогда именно вот разберем твою работу в борьбе, в партере, в переводах. Как ты любишь именно переводить в партере и продолжать там действия? Ну, у меня обычно сетка. Да, я люблю сетки в переводе. Не борется, но обычно у меня вот так получается приезжать в сетку. Ударить его или его боковой сели. Ударить, сетку прижал. Вот, вот здесь вот и держать. Ты провел в профессионалах 14 поединков. Какой из этих боев для тебя сложился наиболее запоминающимся? Ну, именно, запоминающих меня. Из-за честного не знаю, как сказать. Все бои были для меня тяжелые. Вот, именно. Не знаю, какой бой, даже не знаю, как сказать. Все бои для меня были важные. Ну, вот для широкой общественности ты стал именно знаком после поединка с Ясубей Энамото. Когда ты буквально там за пару дней вышел на замену и дал равный бой такому именитому спортсмену. Что ты тогда вообще чувствовал? И вообще, как ты считаешь, был ты готов к этому бою тогда? Ну, это был в начале моей карьеры. Тяжело было, если честно. Если честно сказать, тяжело было выйти. Сколько? За два дня, по-моему, вот так узнал. По этому бою. Поэтому тогда у меня, по-моему, четыре боя вот так было. Он был достаточно опытный для меня. В тот момент самый сильный соперником был для меня. Тяжело было. Ну, после боя, честно, ну, он дал мне опыт. Вот так вот. Ты начинал свою карьеру в категории до 84 килограммов ММА, потом перешел в 77, да, насколько мы знаем? И в связи с чем было принято это решение? Ну, в начале было. Тогда же не гоняли веса. Тогда я весил где-то 85-6 килограмм. Вот. И 1-2 килограмма там гоняли и дрался в 84. Потом уже начал уже серьезно относиться, вот. И уже 77. Ну, тогда вот на 84 уже все большие были. Поэтому. Да, сейчас сколько килограммов ты весишь и на сколько тебе вообще тяжело весогонка дается? Сейчас примерно 95 килограмм. Вот так у меня вес. Если честно, это самое тяжелое. Вот. И драться, если честно, даже самое легкое. Самое тяжелое это весогонка для меня. А вообще, после того, как ты в данном случае получается 18 килограмм сгоняешь, примерно, да, а вообще реально потом восстановиться и драться после этого всего? Ну, да, для меня нет проблем. Не бывает там какой-то слабости или что-то такого? Пока нет. А в будущем какие у тебя планы именно на весовую категорию? Будешь оставаться в 77 или все-таки со временем поднимешься? Как ты сам считаешь? Учитывая твой возраст, всего 23 года. Пока не знаю. Пока я не планирую драться на 84. У меня есть незаконченное дело, вот. Поэтому пока на 77 буду драться. Ненчало. Ненчало. Предложу тебе вот такую вот интересную вещь, такой момент. Я занимаю позицию в маунте у тебя. И мы засекаем, сколько времени тебе понадобится, чтобы выйти из этой ситуации. Давай тогда. Ну, кто-то, я не согласен. Ты тяжелее меня. Специально готовить на ВАУ. Так, позиция маунт. Перевели Абу Бакаралагаева. Заняли позицию маунт. И раз, два, три. И три секунды всего лишь Абу Бакару понадобилось, чтобы уйти. В боях вообще тебя ни разу не переводили. Но будущие соперники Абу Бакара, если даже переведете, держать его там нереально, поверьте мне. Ну и вот мы переходим ко второй важной части нашей программы. Это именно отработка твоих коронных серий в стойке. Ты очень качественный ударник, Бакар. Я думаю, у тебя есть, что нам показать. Как ты любишь действовать в этой стихии и какие комбинации проводить? Ну, обычный. Так, я думаю, я люблю лоу-кик, работать. Боя тоже не получается. Я у боковой. Жесткий. А вот есть ли еще какая-нибудь комбинация? Есть еще. Еще раз попробую. Левый прямой. И вот левый прямой, например. И правый там. Правый апперкот? Да, да. Давай. А, правый. А, все, понял. Жестко. Расскажи нам немного о своей любительской карьере. Как ты вообще пришел в спорт и каких результатов добился именно по любителям? Ну, я в начале, вот. По рукопашному бою начал выступать, тренироваться у нас в Худермесе. Вот. До 14-го, вот. Даже до 14-15-го, вот, там, выступал, там, по рукопашке, там, по УКДО, там. Уиграл полгода первенства мира, вот тогда. Потом перешел на тайский бокс, потом на кикбоксинг выступал, потом по боксу тоже, хотя у меня нету такой боксерской технику, по боксу тоже выступал. Вот, и вот, перешел на ММА. А ты сам себя больше ударником или борцом считаешь? Если честно, я даже не знаю, но я не считаю себя чисто ударником. Я в начале тоже боролся, там, по рукопашке, там, потом я же перешел по кикбоксингу. Вот, а так я и боролся, и стойко выступал по ударке. А как ты попал вообще в клуб «Ахмад»? В начале, вот, я вот работал, вот, в Соб-Артерии, и работал там, и вот выступал для них. Потом создали клуб «Ахмад», вот, мы все перешли в клуб. И для меня большая честь выступать за клуб, и моя цель – выиграть пояс. Понятно. Ну вот, ближайшие задачи, да, понятно, что поединок с Дутрой в Москве, понятно, что хочется выиграть, реабилитироваться. Как ты считаешь, сколько тебе побед нужно одержать, чтобы снова претендовать на пояс Лиги «Ахмад»? Моя задача – вот, угодить и побеждать, вот. Если руководство даст меня, я сегодня даже готов за титул. Ну и со своей стороны, Бакар, благодарим тебя за то, что пришел в нашу программу. Кстати, ты стал 50-м участником экстра-раунда. Сегодня у нас такой своеобразный юбилей, поэтому поздравляем тебя вдвойне и желаем, конечно же, удачи. Спасибо, что пригласили меня на юбилейный 50-й выпуск вашей программы. Мне было интересно и приятно. Я за что всегда рада тебе. Спасибо. Ну что ж, уважаемые друзья, на этом программа экстра-раунд завершается. Спасибо, что сегодня были с нами. Ведите здоровый образ жизни и занимайтесь единоборствами. Не факт, что каждый из вас станет чемпионом, но самодисциплина и здоровье у вас будут на уровне. До будущих встреч. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова